Северодвинским мамам и папам стоит поспешить с поступлением их детей в сады, говорят сейчас в управлении образования, ведь практически половина из тех, кто подал заявление в дошкольные учреждения вовремя, в группы не пришли. Получается, места заняты, а детей в саду нет. О пустующих детсадовских койках задумались заведующие и чиновники. Младшая группа в детском саду «Жемчужинка» по количеству воспитанников считается идеальной. Здесь 22 человека. В сентябре малыши перешли сюда из Яслей, где, кстати, сейчас пустота. Из 47 заявленных детей в группу пришли лишь 20. А формировать окончательные списки воспитанников по новому закону об образовании учреждения должны осенью. То есть те, кто без причины прогулял сентябрь, рискуют вообще не попасть в садик. Мне кажется, это все у нас сарафанное радио. Все говорят о том, что в детских садах не хватает мест, хотя на самом деле, лично в нашем саду хватает детских мест. То есть у нас вот сейчас детки поднялись, у нас группы свободны. Ясно. Пустота в группах вредит не только детсадовским журналам. Позднее поступление может сказаться на здоровье малышей. Ведь период адаптации в саду продлится до зимы, самого болезненного времени года. Ударят детские прогулы и по кошельку воспитателя. Ведь с сентября этого года сады перешли на нормативно-подушевое финансирование. Сколько детей – столько денег. Возникает как невыполнение, считайте, своих обязанностей и должностных. Они должны с детьми находиться в группе. Возникает вопрос внутри конфликтная ситуация коллектива. Мы делаем сразу же плохо своим детям, дошкольному учреждению, когда мы приходим, но и самим родителям. Впрочем, это не значит, что задержаться в отпуске осенью вообще нельзя. Достаточно хотя бы предупредить детский сад, придет ребенок в учреждение или нет. Сейчас подать голос необходимо до 1 октября. Если в данный период ребенок не приходит, мы не знаем абсолютно, по какой причине, потому что они уехали из города, то, соответственно, образовательное учреждение с нашего разрешения полагаемо имеет право об отчислении, как не явившиеся, без вести пропавшие. И тогда будет целая коллизия. Тогда место, закрепленное за ребенком, перейдет кому-нибудь другому из общегородской очереди. Помимо заявки на поступление в дошкольное учреждение, маленьким северодвинцам необходимо пройти медосмотр и получить выписку о возможности посещать садик, напоминают специалисты. А вот прогульщики рискуют остаться дома на второй год. Наталья Аскерко, Виталий Трапезников, Вестник Северодвинска.